Всем привет! Вы снова на канале Аида Москва. Сегодня у нас 17 марта, последний день Масленицы. Так что всех поздравляю с прощённым воскресеньем. Хочу у всех вас попросить прощения, если чем-то вас обидело, расстроило, оскорбило. Если что-то где-то было не так, так что прошу у вас прощения. Завтра у нас 18 марта, а это означает, что завтра начало Великого Поста. В моей жизни это уже будет третий пост. Пост. Соблюдать я его буду не со всей строгостью, потому что у меня всё-таки проблемы со здоровьем есть. Я его буду соблюдать с точки зрения миллиан. То есть есть пост по тому, как соблюдают священники, батюшки. А есть более мягкий пост, он для мирян. То есть для людей, которые не священнослужители, которые просто верующие. Ну, вообще, по идее, по идее, с моим здоровьем, с моим состоянием, я могу вообще пост не соблюдать. Ну, именно, я имею в виду его пищевую часть. Всё, что касается еды, я могу это не соблюдать. Вот. Ну, я решила соблюдать себя, что я всё-таки хочу соблюдать пост. Ну, на самом деле, у меня не будет прям такой строгий-строгий пост. Я не буду есть мясные продукты. Я не буду есть молочку, сыр, майонез, сметану. В этот раз я решила попробовать в пятёрочке купить постную еду. Я сегодня заказала кое-что из продуктов. Сейчас мне это принесут. И я в сегодняшнем видео, если кому-то интересно будет, я хочу всё-таки вам показать, какую постную еду я заказала. И ещё напишите, пожалуйста, в комментариях, хотели бы вы, чтобы я рассказывала о ходе своего поста. Потому что, по-моему, в прошлом, что ли, году у меня было очень много роликов по поводу моего поста. Там чуть ли не первый день, второй день, третий день. Но на моём канале, как бы, наверное, не всем интересна эта тема. Потому что всё-таки мой канал не религиозный. Поэтому, может, кому-то это и неинтересно. Да и пост – это такая вещь, всё-таки нужно поститься. Это таинство всё-таки. И вот так вот на YouTube выкладывать, как ты постишься, как ты соблюдаешь пост – это всё-таки не совсем правильно. И ещё я решила, что я ограничу свой, как бы, выход в интернет. Буду реже выкладывать видео, скорее всего. И откажусь на это время от чат-рулетки. Потому что пост всё-таки подразумевает отказ от руганий, от разборок. Вот. Поэтому, как бы, временно, на время поста я пока точно не буду заходить в чат-рулетку. Ну, а дальше будет видно, как говорится. Так что пишите в комментариях, хотели бы вы, чтобы я рассказывала вам о ходе своего поста. Как я соблюдаю пост. Или же выходите, чтобы в моих роликах вообще не было информации о посте. Вот. Так что как-то так. Сейчас мы заказали пятёрочку. Мы сварили суп. Пока что мне можно суп на мясе, на свином мы сварили. Завтра мне уже нельзя будет этот суп. Осталось очень много запретных вкусняшек. Ну, если что, Санька потом всё это доест. Санька не будет соблюдать пост. Потому что ему не позволяет здоровье. Он пост соблюдать не будет. Вот. Я вам сейчас, когда принесут доставку из пятёрочки, я вам покажу, что я купила. Так что оставайтесь со мной на канале. Вот такой супик я... Вот такой супик мы с Саньком сварили. Это борщ на свином бульоне. Тут мы... Мы как-то покупали свиной стейк. Мы порезали его на мелкие куски. Поварили мясо где-то минут двадцать. Потом добавили к нему картошку, капусту. Ещё двадцать минут поварили. Ну, и зажарка. Свекла, морковь, лук и всякие специи. Сегодня я этот супик поем. Мне ещё его можно. А завтра уже придётся что-то думать. Вот. Посмотрите, ребят, какой у меня красивый цветочек вырос. Я, как вы знаете, я особо не садовод. Я особо цветами не занимаюсь. Мы его чисто так поливаем. Чисто вот так вот. Ну, видите, какой цветочек вырос. И, смотрите, тут ещё... Три, да, по-моему, или четыре. Вон, смотрите, сколько. Это всё будущие цветочки. Вон, видите, сколько тут бутончиков. Не знаю, видно, не видно. Вот, видите. Тут ещё куча бутончиков. А вот это вот, смотрите, мы сто лет тому назад покупали свечку романтическую. Она у нас до сих пор цела. Она уже вся такая раскривушная, но целая. Я не помню, мы её вообще зажигали, не зажигали. По-моему, зажигали. Она, вот, видите, пахнет это клубничкой. Так что вот как-то так. На улице у нас сегодня плюс один. Вон, смотрите, уже потихонечку всё тает. Так что тепло в солдинушку потихонечку приходит. Как я вам и обещала, хочу показать вам то, что я купила постного для поста. Да, вот, конечно же, это не всё, что мы купили. В основном там кое-что для Сашки мы купили, наггетсы, потом молоко мы купили обычное. Ну, это всё такое. А я хочу именно показать вам постное меню. То, что в пятёрочке можно найти продукты для постящихся. Вот, я никогда не пробовала, но есть, оказывается, постный майонез. Вот, постимся со вкусом. Посмотрим, что в составе. В составе, вот, значит, состав масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное, вода питьевая, загуститель, сахар, уксус, соль, стабилизатор, комедок. Ну, вроде ничего животного происхождения тут нет. Ну, в принципе, теоретически постный майонез можно приготовить самостоятельно. Но я не хочу заморачиваться. Я никогда не пробовала постный майонез. Никогда. Ещё я купила вот такие вот постные печенья. Вот такое печенье купила от Любятова. Постный продукт. Вот, вот, смотрим состав. Мука посвиничная, сахар, масло рапсовое или масло подсолнечное, разрыхлители, дрожжи, эфиры. Тоже ничего нету такого. И ещё я взяла на пробу, прикиньте, даже есть постные блины. Называется Сытый папа. Я почитала, в составе ничего нет такого, что противоречит посту. Вот тут даже написано, возьми в пост. Вот, пожалуйста, возьми в пост. Вот, так что вот такое вот молоко взяла, кокосовое. Я пробовала не молоко покупать, мне не понравилось. Вот это вот масло кокосовое, оно тоже, кстати, вкусненькое. Один литр, вот. Но оно, кстати, не дороже обычного молока. Вот, я вообще хотела от молока отказаться. Я думала утром пить чай сладкий. Но потом подумала-подумала, иногда можно и молоко такое попить, кокосовое. Вот, и ещё я купила вот такую вот кашу Быстров. Тут шесть пакетиков. Обычно я, обычно я ем сырки глазированные. Но так как сырки глазированные, это творог, следовательно, это молоко, нельзя. Поэтому придётся пока есть кашки. Вот такое. Ну, мы ещё купили всякие соленья. Мы купили квашеную капусту, купили ассорти, там огурцы, помидоры, каперсы. Так что во время поста есть, ну, будет что поесть, скажем так. Так что вот такие вот дела. Может, ещё кто-то будет спаститься вместе со мной, напишите в комментариях. Вот, так что вот как-то так. Ну, что, дорогие подписчики, я буду с вами прощаться. Вот такой вот небольшой вложик у меня получился. Вот. Не забывайте о том, что на моём канале есть донатики. Все деньги пойдут на покупку мне нового ноутбука. Все рекредиты я, как всегда, оставлю в описании. Всех люблю, всех целую. Всех крепко-крепко обнимаю. Ещё раз поздравляю с прощальным воскресеньем и с началом завтрашнего Великого Поста. Всем мира, добра и Божьего благословления. Всех люблю, целую, обнимаю. С вами была Аида Москва. Всем пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...